здравствуйте мои дорогие друзья мои любимые подписчики я еще раз вас приветствую на своем канале я нахожусь на партнере без квартала я нахожусь на квартале без квартала можно сказать вы видите перед собой сейчас дворец авиастроителей на перекрестке как бы я нахожусь и на рядом вот за зеленой сеткой вы видите наш корт который был раньше теннисный сейчас его прям полным ходом разбирают не знаю что будет может быть будут новостройки может быть тоже что-то построить спортивное но пока никаких вывесок кто застройщик кто постройщик не с какой стороны я не видела но решила с этой стороны вам просто показать эта дорога идет в сторону дубовой как вы помните и я нахожусь на данный момент на улице авиасазлар квартал то есть авиасазлар улица карасу дом 21 в этом доме живут мои друзья хасан зарема это как раз вот и огородик сто лет мы с ними не виделись хотя живем рядышком хасан зарема привет хоть на видео наверно поздороваемся а то так некогда ну в принципе они всегда рады мне всегда зовут приглашает но у меня в силу обстоятельств было ну никак не невозможно прийти к ним на юбилей на дни рождения вот ну поэтому долго не виделись но у меня-то муж болел то дети болели то я сама болела то теперь вот продавала квартиру теперь купила дом теперь с тройкой занимаюсь все время как бы что-то делается на данный момент вы видите 19 дом на первом этаже сделали магазин раньше бы не было ну такой был маленький такой не очень невзрачненький сейчас он прям такой красивенький магазинчик вообще ташкент конечно же растет ну квартал наш авиасазлар тоже развивается и шнабадский наш район красивее и красивее становится ну вообще весь город красивый конечно становится а тем более знаете сейчас такое вот пасмурно у нас такая погода дебильная в узбекистане вам передать не могу дело в том что вот вчера жара стояла мы пока ехали хоронить мои мою подругу сожалению царство и небесное она умерла 38 лет ей было хороший светлый человек светлая память ну и вот мы поехали и хранить на кладбище домомарь я правда там не снимала сейчас итак дорогие друзья вернемся к нашему разговору позвонила просто мне дочка и пришлось прервать это все еще 19 дом и хочу сказать вот пока мы ехали на кладбище везли хоронить мою подругу прям даже до сих пор не верится что ее больше с нами нет в машине температуру показывала 24 градуса доехали до домрабата стала показывать 26 градусов вообще такая была жара а сегодня как видите у нас пасмурно вот ну пока показывает по моему 16 градусов я выходил из дома было какие красивые голуби надо будет взять пшено им сегодня и завтра прийти покормить что раз они здесь по сути интересно чипа вот остановка посмотрите это остановка уже давняя она давно здесь это остановка и так бы стало выглядеть конечно же немножко по-другому так дошли мы еще до одного дома просто мой подписчик помните я вам рассказывала которые с азербайджана просим показать именно 11 дом но он на квартале без квартала но я такая радостная включила яндекс думаю чтобы я не плутала как обычно яндекс же умный а я еще умнее ну в кавычках и пошла по яндексу думаю почему меня введет на четвертый квартал авиасы зла ну наверно думаю квартал пили переделали нашла одиннадцатый дом все пришла такая радостная поснимала а касса без квартала вот как был без квартал так он и остался без квартала и вот хочу вам показать дом сейчас номер не посмотрела предыдущий девятнадцатый был может быть с другой стороны есть цифра и и я честно говоря то что он говорил там химчистка туда-сюда я вот это не помню до чтобы здесь было а я здесь помню что было отелье и пошив женской мужской одежды в на первом этаже и по моему курс здесь продавали магазин такой был вот это я помню именно вот в этом доме вот где-то вот в той стороне по моему было отелье я еще помню ходила носила суда материал делали мне гофрей потом плесе и делали я сама шью и вот я себе шила юбки и платья такие вот модняцкие ну сейчас вот так вот а кстати вот ателье она осталась ателье мод это уж как-то здесь пробегала быстренько вот вы именно здесь вот так вот и было по-моему как дом быта что ли или филиал дом быта был но так лет счастью здесь она и осталась очень много у нас офисов в альберис озон появился в офисе вот узум и как раз таки я иду в сторону мусульманского кладбища сейчас он будет с правой стороны она за вот рестораном порвоз именно он тоже упомянул это кладбище мусульманское и поэтому я думаю что я иду правильно ресторан порвоз я вам уже показывала несколько раз мы здесь семью исправляли юбилеи готовить здесь хорошо можно сказать ну прям не супер высший класс но все равно очень хорошо это оказывается 17 дом тоже глины такой красивый уже после ремонта этот ресторан порвоз у него много там и бар есть и несколько залов и просто вот кафе бар есть внизу в подвале а рядом впереди милит аумар продают такие знаменитые наши пирожки не знаю может быть в других тоже мусульманских странах есть такая гуман называется но это из патрошков пирожки или и картошку еще внутрь ставят такое но тоже вкусно к ней подлива дается но в основном мы берем на крестики там как-то вот мне больше всего нравится здесь я не брала не знаю но может быть на обратном пути возьму честно говорю иногда хочется наесться такого но вот на крестики очень вкусно делают это самса здесь мы тоже пробовали эту самсунг-тандыр очень вкусно делают очень хорошая здесь самса слоеная с мясом вот мы берем домой и на заказ если какие-то там посиделки у нас ну так при принято у нас в узбекистане так вот в эту сторону я не ходила сразу честно вам говорю поэтому вижу мететь она на территории кладбище и это вот кладбище мусульманская но на него мне нужно будет прийти немножечко попозже потому что у меня есть подписчик он из америки когда-то здесь жил и говорит вот сейчас он определится конкретно с маршрутом вышли деньги и как бы я пойду ему снимать могилки там оказывается так интересно он говорит ну если надо я вам дам генеральную доверенность ну вышлю говорит по вашему как бы доверенность такую чтобы разрешили прийти поснимать родителей могилки что я разрешаю вам и также нанимать людей для ухода за могилами он даже так вот он пишет с этой стороны не вижу ну с другой стороны давайте пройдем сама река умручил уйка ирда вниз не знает где 11 дом на я так думаю что я иду в правильном направлении раз там 17 значит это 15 как-то две цифры до меняется был 19 потом 17 значит вот этот дом 15 ой какая красивая мухаля спокойненько и и вот он у кладбище виднеется видите купол мечети здесь мечеть ну считается вообще это хорошо когда мечеть стоит и рядом прям за ним кладбище доме красивенький мой прям мне нравится почти как мой только у меня внутри два раз стоит а этот снаружи но почему-то вот я когда дом искала себе я вот так не хотела снаружи чтобы дом стояла я хотел чтобы дом именно внутри было снаружи был вот въезд для машины или огород а здесь немножечко у дороги ну хотя я в детстве когда была жила там ферганской области у нас тоже был дом свой два дома и также стояли вдоль дороги вот так улице выходили вот так же выходили окна на улицу у бабушки с одной стороны было пушкина 9 а у нас был дом пушкина 1 сначала и до конца улицы как бы так ну давайте перейдем к домам это сейчас так дворы у нас сделаны не знаю интересно вам когда я рассказываю не интересно кто-то пишет интересно кто-то говорит не интересно но вот как есть от души так я и говорю не могу сказать что я прям увлекаюсь историей или там знаю хорошо районы как от души идет так и идет что слышал то говорю заранее не могу никак и подготовиться потому что очень много дел кто-то пишет сценарии кто-то там еще что-то делает заучивают тексты но это конечно хорошо я не говорю что это плохо это даже очень хорошо сегодня такой погода такая хорошая и не холодно и не жарко иду такая снимаю единственное что пасмурно но это уже хорошо зато в глаза не слепит солнце так а за 15 это наверное 11 дом я так думаю сейчас проверим он тоже вам какой-то длинный и думаю почему что это 11 дальше дома нет ну есть вот за этим серым зданием через дорогу идут дома еще надеюсь что по счету я пришла правильно осталось посмотреть на торцы дома где есть надпись что это за номер дома кто-то ремонт делает мусор вынесли ну когда в квартирах ты же не можешь держать мусор квартире вот какое здание огромное построили стоит нет нет но нет 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 такой же это дом и какой же это дом кто знает скажите пожалуйста пойдемте обойдем и посмотрим номер дома это здание еще не функционирует его еще достраивают но скоро скоро запустят скорее всего в аренду или торговый центр или еще что то будет на торце тоже не написано номер дома давайте обойдем и посмотрим с другой стороны а вот там строители есть сейчас мы строители знаем какой дом у меня выдалась минутка как говорится так ну не минутка мягко говоря 30 минут живу я здесь недалеко еще не съехала и поэтому думаю перейду к я дорогу и поснимаю так как обещала человеку уже поснимать по-нормальному выполнить его просьбу посмотрите балкон как сделали на втором этаже где написано продается кирпичом выложили на третьем этаже скорее всего это газоблок или пеноблок я в них конечно не разбираюсь но вот такими плитами они говорят очень так хорошо держит тепло и холод не пропускает как бы вот так сейчас вот у строителей а того надо он на доме написано что этот за дом новый магазинчик или ателье а может парикмахерскую откроет не знаю что это будет но тоже торопится сделать точно это одиннадцатый дом все-таки я посчитала правильно и вот мой уважаемый подписчик из азербайджана надеюсь вы будете довольны вашим домом правильно я посчитала мне очень радостно на душе прям я так рада что я наконец нашла ваш дом и еще раз зайду во двор покажу вам еще двор со стороны подъездов это вот обратная сторона дома напротив 1 ой напротив третий квартал авиасазвар бывший второй квартал котельня как вы видите длинный довольно таки дом обратите внимание что тротуары сделаны хорошие если вы помните наверное при вашем когда вы здесь жили жизни здесь в узбекистане в ташкенте наверное тротуары были тоже узкие конечно они не были сделаны из цемента а были асфальтированы но потом стали то яма то канава и вот наконец по моему прошлом году их доделали поставили вот такие лавочки мусорки около лавочек я все время говорила ну даже если лавочки поставили ну почему нет мусора вот теперь пожалуйста около каждой лавочки мусорка обратите внимание и это очень хорошо но к сожалению могу сказать что у нас все таки все таки есть люди я не знаю молодые люди это или пожилые ну те которые ломают лавочки и очень печально смотреть на поломанные лавочки здесь было лавочки но здесь слава богу лавочка целая не поломанные и вообще все вот как я прошла лавочки хорошие вот одиннадцатый дом улица карасов называется сейчас но район авиас из лар квартал без паркова это тринадцатый дом на торцах дома нет никаких мозаик нет никаких картин не нарисовано ничего просто покрасили здесь почему-то внутри двора тоже не сделано хотя вот очень во многих дворах сделаны детские хорошо площадочки здесь вместо позволяет и детскую площадку сделать и спортивную площадку дом длинный очень хороший ну и уважаемые друзья буду с вами прощаться до новых встреч пишите мне ставьте лайки даже дизлайки ставьте кому не нравится я там не против кому не нравится пишите что я вообще там плохо что-то там говорю делаю мне вообще это нужно знаете почему потому что благодаря вашей критике благодаря вашим рекомендациям у меня улучшается жизнь во благо я стараюсь работать над собой для того чтобы вам было интересно я начинаю шевелить булками как говорится чтобы пойти снимать вы и гуляю и снимаю посадили новые деревья видите хотя старые пообрубали он посмотрите так и тут же посадили новые деревья еще бы они точно поливались хотя вот поставили полив но дай бог чтобы этот полив работал во многих местах работает полив но все равно какие-то от наши такой ужасной жары и из жары до холод конечно же наши растения гибнут я уже не говорю про старые деревья тоже падают и от мороза сохнут и от жары сохнут поэтому все равно сажают все равно поливают и надеемся что пусть из ста процентов ну пусть даже 70 процентов деревьев выживут и примутся вообще было бы здорово но хочу сказать по поводу этого кафе вот впереди вы тоже видите это кафе мили тамар сеть итальянского мороженого дочи преды мороженое вкусные разговора нет вот сюда мы приходили три раза три раза вот все время ловлюсь на одну и ту же удочку вот так как очень много кафе эмили тамара хочется думаешь ну ладно первый раз не понравилось может второй раз будет лучше приходим другое блюдо выбираем опять запороли ладно потом куда-нибудь съеду опять гривой давай здесь покушаем в прошлый раз было плохо давайте еще попробуем смотри сколько людей сидят же едят всех устраивает ну я такая думала да и мы тоже это покушаем берем второй раз другое блюдо 23 пробуем более на 5 запороли бабла отставили удовольствие не получили третий раз тоже самое ну теперь я решила как говорится три раза достаточно рисковать не буду и поэтому решили больше в это кафе вообще не ходить не рекомендую это именно мили таумлар а вот здесь пирожки гума возьму и потом вам тоже скажу в следующий раз вкусные были или невкусные всего вам доброго удачи до новых встреч пока пока итак дорогие друзья смотрите как выглядит этот гума здесь есть мясо ну вот с потрошками как я говорила с картошкой вот это вот чистые наши это бумаги я взяла тоже попробую дома и вам скажу вкусно или невкусно вкусно будем сюда приходить ну а так вот я говорила что мы берем на крестики а теперь попробуем здесь если вкусно то будем брать постоянно а это с сосиской да сосиска для сосиской а это картошка это с картошкой соус прилагается здесь бесплатно помидорный соус очень вкусно вообще-то этой гуме дают поэтому пойдем пробовать в следующем видео расскажу вкусно или нет на youtube на youtube на youtube